Всем привет! Я в эпицентре, в отделе. Вы видите, в каком. Мне хочется, чтобы было дома благоухало, чтобы было красиво, много свечей. Я планирую, опять же говорят, не планирую, напланировать бога насмешить, как-то так, да? Но хотелось бы до Нового года приехать в большой дом. И я начинаю думать, чтобы хотела, чтобы там было. Не хочу, чтобы было много всяких статуэточек. Я ничего этого особо не люблю, потому что для меня это пылесборники. Но одну голову я хочу, наверное, поставить. Или не голову. Ну, то есть я вам сейчас покажу, я в сторис показывала. Сейчас вам покажу, пройдусь, покажу, что тут есть. Я думаю, что многие любят такие всякие штучки-дрючки. Вот наподобие, да? Для дома. И тут такой очень классный, стоит 3,5 тысячи. Так что, девочки, у меня к вам, наверное, такая просьба. Подскажите, где искать. Вариант Алиэкспресс. Но, может быть, вы мне побросаете внизу в комментариях ссылочки, если вы видели что-то очень такое прикольное, красивое в стиле хай-тек, минимализм. И мне нужна голова Будды или Будда. Ну, то есть я хочу поставить, там, у меня даже есть место, куда бы я поставила. Поэтому сейчас начинаю заниматься именно уже, знаете, детальками. Потому что приблизительно я понимаю, какая у меня будет комната. Потом будем обустраивать комнату для Доминики. Ну, а с Демой все понятно. У него мебель есть, там попроще. Игрушки, мебель, все. Так что, как-то так. И сейчас буду выбирать диффузор. И я обожаю свечи. И сейчас купила вот такие вот штучки. Сейчас покажу. Вот у меня свечи. Я взяла черного цвета, две банки. У меня есть такой, знаете, как бокал. Бокал большой. Ну, как ваза можно использовать. Также можно сделать свечу самостоятельно. Вот таким вот образом насыпать. И будет у меня в вазе большая свеча. Также я взяла еще благовоние. Ну, правда, благовоние лучше, конечно же, брать в индийских магазинах специальных. Ну, я тут взяла чуть-чуть, ну, и диффузорчики. Напишите мне в комментариях, какие вам нравятся ароматы. Я люблю очень манго, и мне нравятся такие парфюмированные. Такой запах у меня жесткий. Чуть-чуть, знаете, как мужской. Сейчас вам покажу, что я взяла. И книги, кстати, взяла тоже. Книги есть, прикольные. Также есть вот в центре такие подставочки по 24 гривны подсвечен. Ну, подскажите, где здесь посуды. Посуды, наверное, где-то дальше, честно, не знаю. Так вот. И хочется взять такой подносик небольшой, какой-то красивый, пока не нашла. Вот что взяла. Я беру обычно манго, но тут решила взять такой силер. Глянем. И я уже говорила вам, я тысячу сот разных масел. И вы знаете, тут их очень много. И для волос, и для лица. И тут вот, я смотрю, даже есть всякие маски. Видите? Шоколадная. Омолаживающая. Потом, что я тут еще нашла? Масло осветляющее. Вот фито-бальзамы. То есть сегодня время, и как-то я так решила прогуляться. И прям, мне кажется, хорошо очень. Заодно я влок сняла. Вот скраб шоколадный. 280 гривен. Это состав посмотреть. Это наша... Да, ароматика. Я, кстати, ароматику люблю. Качество масла нехорошее. Ну, по крайней мере, раньше было. Я сейчас не знаю. Давно не брала. И есть соковая вера. Натуральная написала. Я не брала, не знаю, кто брал, кто пробовал. Ну и, конечно же, идет полная подготовка уже к Новому году. Ребят, я, конечно, все понимаю, на октябрь. Ну, давайте хотя бы с ноября начнем. Ну, у меня как-то еще пока нет новогоднего настроения, если честно. Я еще пока 8. А вообще я бы уже хотела, чтобы у нас в Украине появилась Икея. Потому что Эпицент раскачет все хорошо, но я хочу Икею. Вот, видите, стеклянную ногу. Есть без ножек, есть ножка. Вот у меня есть ножка такая большая, а вот она. Я обычно использую ее действительно как вазу, но сейчас мне захотелось сделать из нее подсвечник. Вот, из стеновки немножко приятно, например, мне что-то тоже взять. Тридцать набережно. Сто писать гривен две банки насыпной свечи. И все, красота, и долго будет вам служить. И красиво. Это покрывало на кровать. Дурак и богато. Под мех. Под норочку. Я уже хочу быстрее дома обустраивать. На ремонт уже делается, это правда. В общем, ребят, еще один вариант неплохой. Это вообще бокалы для канико. Но опять же, из этого можно сделать подсвечники. Также насыпные свечи. Я, кстати, в костюме от кабанчика. Вот, я обожаю одежду с кабанчиком. Удобно, комфортно, красиво. Перед Веной. Я заехала в магазин и выбрала его. На самом деле, вообще, я хотела купить красный. Но, как обычно, заезжаешь за одним, покупаешь другое. Решила вам показаться, вот так. Плохо видно? Я еще встала под этим. Под микрофоном. Я сейчас наушником. Скажите, как вам слышно снимать мою весну? Как обычно. Потому что хочется, чтобы было вам комфортно. Чтобы было все слышно и хорошо. Я такая заспанная. Саракист на вот этот кусочек. Не пули перу. Себе перу. Смотрю. Это блюдо. Блюдо называется львовские плятики. Хорошие. Хочу показать вам, что, например, этот пирог, очень вкусный, если вы уже говорили, стоит 360 грамм на килограмм. И что у них стоит 360 грамм. Я зашла в атлет на баллоне, проезжала мимо, думаю, загляну. Иногда можно найти очень прикольные вещи. Тут есть как мужской отдел, так и женский. Вот я взяла уже пару вещей. Сейчас будет примерочный пример и вам покажу. Что это получается там, где космос. Вот сразу на втором этаже. Первый наряд, первый наряд, который я выбрал. На выходной очень прикольная фишка в кличках. То есть их можно убрать, но мне кажется, это прям фишка немножко. Нормально. Три-четыре смеха. Тут что нормально, даже чересчур нормально. Какая-то змеяная. Дерёплику, да? Двадцать уничтож. Хотя, знаешь... Она тоже с плечками, и здесь змейка. Руками. Пока наделала на себя, все ноги сцарапала. Ну, классно. Нарядка. Кузо появилось. Наверное, занимал. Вы мне пишите в комментариях, какие наряды вам нравятся. Как вот то измененное братье, как это. Вот. И сейчас буду примерять рубашку и гольфы. Это повседневная туника под плотные колготки, например, и под бедфорды, или бедфорды, как на каблуке, так и на низком ходу. Можно, в принципе, поджинься, но поджинься я не люблю. Видите, ну какая. То есть, это такое. Не всем подходит. Вот. Вот такие рубашки я люблю. Это клубок. Очень приятный к телу. И можно называть, как классика, да, так и поджинься, например, с кроссовками. Как говорила, можно заправить, можно выпустить, кому как нравится. Материал классный, очень приятный к телу. И расцветка стандартная полоска. Цена. Здесь все греет, по-моему. Да. А теперь гольфы. Желтый такой гольф тоже приятный, очень приятный. Такой мягкий-мягкий, ну и классический. Сейчас примерю, посмотрим. Желтый цвет мне подходит, поэтому в холодное время года гольфы для меня это спасение. Джинсы, брюки, юбки, шорты не имеют значения. Сверху я наделю гольф, вам тепло, уютно, красиво, комфортно. Поэтому у меня гольфы это оптимальная одежда в холодное время года. И плюс, когда они разных цветов, вообще замечательно. Цена, я взяла 400 грейн, по-моему. Материал потрясающе. Мягкий. Не знаю, как он будет после стирки, но вручную надо стирать, наверное. Да. 30 градусов. Или холодный даже. Я взяла два одинаковых гольфа. Один размер S, другой M. То есть, к примеру, какой будет лучше сидеть, когда в облипку. Не очень люблю, поэтому скорее всего, что возьму M. Гольфики по 400 гривен. Тут чуть-чуть другой фасон, тут по-любому будет в облипку, но он короткий. То есть, S будет еще короче, я не люблю короткие. Не знаю, брать или нет. И этот дешевле стоит 300. Как считаете, желтое лучше? Они разные, в принципе. Тут видите, какое горло. Оно имеет свой шарм, конечно. Не знаю. Сомневаюсь. Пишите в комментариях. Приехала домой, а тут курьер привез от Ивроше. И прям так красиво что-то тут. Слушайте, это просто класс. Почему? Потому что, когда присылают на обзор косметику, например, 20+, ну, это одно, понятное дело. Мне 35, поэтому мне прикольно, что здесь уход, как бы, можно сказать, для постарше. Со 2 октября по 5 ноября действует скидка 50% на весь уход за лицом в путиках и на сайте, и в Роше. Слушайте, отличная новость. Прям замечательная, очень замечательная. Сыворотки, крема ночной, дневной, лосьон, активатор, крем для контура глаз, корректор от пигментных пятен. Это просто супер. А ну-ка. И если это все здесь есть, то я буду очень-очень рада. Прям очень рада. Так что буду тестить и тоже в дальнейшем расскажу, как мне. Потому что Лориар сначала мне понравился, а когда стало чуть холоднее, мне не хватало, как бы, жирности. То есть больше питания хочется. Сейчас проверю, как будет и в Роше. И если понравится, то тоже обязательно вам расскажу. Сейчас в Инстаграме сделаю такой постик про новиночку. И я не знаю, говорила вам или нет, по-моему, не говорила, что со 2 октября по 5 ноября в Роше действует до 50% скидки на уход за лицом. Так что можно, ну, выгодно что-то себе купить. Ну и все, что я примеряла, почти все и купила. Платье одно, платье второе. Также гольф желтый, рубашка и гольф белый. Также еще взяла полгошки. Черные 40D. Ну и вот такая вот у меня сегодня покупка. Улов. И еще купила книги «15 лет управления временем». Я в Инстаграм показывала. Тут очень-таки дельные советы. И самое интересное, я о них знаю, но я все равно купила. Но есть вещи, которые я не знаю. Я просто полистала, посмотрела там. О, и это я знаю. О, и это я знаю. О, и это я не знаю. Поэтому, как бы, прикольно здесь есть советики. И тут, кстати, даже есть совет, как ухаживать за кожей. Если вдруг там вы в поездке, и вам надо сделать такой скраб для лица, можно использовать соду. Соду можно даже попросить где-то в заведениях. То есть, если вы где-то в отеле, то можно попросить вам принесать соду. Так, как быть уверенным в себе? У меня с этим проблем нет. Иногда мне некоторые говорят, это слишком ты самоуверенная. На самом деле, я купила книгу эту, тоже как, знаете, как настольную. Вот как «Пять языков любви», например, да, Гарри Чемпина. Вот эта книга тоже может быть настольной. Здесь такие вещи, они очень простые, на самом деле. Очень простые. Но время от времени надо себе, ну, как бы, напоминать, наверное. Сохраните спокойствие в любой ситуации, потому что спокойствие равно силе. Мечтайте о высоком. И с тем, о чем вы мечтаете, вы станете лучше. Это вроде бы как все очень просто, да, но это такие, как, такие подсказочки. Это, знаете, утром проснулся, как бы, и зарядился, вот как-то вот так вот. Хорошая книга. Стоила она 125 гривен. И я еще почему ее взяла? Ну, наверное, для Инстаграма. Потому что девочки говорят, что я вдохновляю многих. И я же вдохновляю не просто так. Я читаю литературу, хожу на разные, там, семинары. То есть узнаю информацию, учусь. И таким образом, как бы, идет вдохновение себя и, соответственно, вас. Поэтому надеюсь, что помогу. И взяла еще одну книгу. В Инстаграм есть Юлия Ланских и в Ютьюбе. В Ютьюбе много ее роликов, но ролики мне не совсем нравятся, потому что там как привлечь мужчину и тому подобное. Но я взяла эту книгу не для привлечения. У меня с личной жизнью все хорошо. По крайней мере, пока. Но тут есть очень такие дельные советы в плане, как правильно общаться. И я ее взяла не для, как бы, обольщения мужчин. Ну, образно говоря, как, в принципе, Юлия Ланских. Она учит девочек, как там вести себя, чтобы наладить, там, я не знаю, общение. Это выйти замуж и так далее. То есть я не преследую таких целей. В этом плане, мне кажется, у меня все получается. Но здесь есть такие, как бы, такие советы. Они для жизни очень даже хороши. В общении с не только противоположным полом, но и с, как бы, знаете, как в обществе. Вот так вот скажу. Ну, как-то, не знаю, я ее взяла, и мне кажется, что я не пожалею. Сейчас буду ее читать. Стоила она 250 гривен. Вот. Ну, глянем, что есть в этой книге интересного. Обязательно, если понравится, я вам ее порекомендую. Роза любви и... Роза любви и женственности, да. Как стать роскошным цветком, привлекающим лучших мужчин. Вот. В общем, вот такие вот у меня покупки. Вот эта самая рюмка, ваза-рюмка, из которой я решила сделать свечку. Я что-то подумала, что она у меня побольше, поэтому купила две банки. Но у меня есть еще одна большая ваза. Кстати, сейчас вам ее покажу. У тебя прям аквариум там. Да. Вот такая вот прям большая. И, в принципе, из этого тоже можно сделать свечку. Но, когда я приеду в большой дом, я действительно сделаю из нее свечку. У меня много таких. Еще даже в прошлом доме остались какие-то... Вот такие вот, только маленькие. И маленькие. И это все осталось... Вот это осталось со свадьбы. Второй свадьбы. Я сама делала... Я самостоятельно делала декор на вторую свадьбу. Ну, то есть флористов. Я посмотрела, сколько это стоит. Потом, по-моему, нафиг надо, поехала в магазин, купила. Там, где флористы закупаются. Вот такие вот вазы. Мне там сделали красивые букеты, загрузили в машину и... И готово. Экономим. Итак. Я это делаю впервые. Но я думаю, что это не сложно. Надеюсь. Наверное. Дохитим. Да. А не сильно ли он длинный? Ну, он, наверное, рассчитан на... Сейчас мы просто измерим. Вот так, да. Он рассчитан просто, ну, чтобы его резать. Я сейчас порежу. Вот так вот где-то, да? Наверное. Ты хочешь маленькую свечку ставить? Ну, я еще не буду до этого сыпать. Ну, то есть, чтобы было красиво. Угу. Наверное, так, девочки. Так, я делаю впервые. Сейчас я ее выпрямлю. Так прикольно. А там нет нигде надписи, как это делать? Нет. Ну, я думаю, это логично. Ну, как ее делать? А потом что с этим делать? Песочком? А он будет таять. Ты же зажигаешь, и все. Это насыпная свечка. Все, держишь? Держу. Сейчас, держи, держи. Угу, молодец. Все, отлично. Комучек. О, красота. Почему-то захотелось черную, потому что, ну, я люблю вот этот вот контраст. Белая, черная. Вот эти вот такие яркие сильно цвета. Там, типа, опси. Они, если яркие, то они должны, ну, к интерьеру подходить. У меня, конечно, тут особого интерьера еще нету. Он будет в большом доме. Здесь я на куриных правах. Ну, образно говоря. Потому что я маме сказала, что мама тут пучит. Поэтому там у меня будет черная, белая, серая. Ну, и плюс зеленая. Зеленая это зелень. То есть это живые цветы. Так, ну, наверное, еще надо. Да, я не хочу. Не, ну, я не в том плане. Я из-за фитилька. Вот так вот. Не, тут нормальный фитиль. Ну, что, будем пробовать? Давай, как работа. Сейчас я зажигал. Я так рада, что живу в то время, когда есть все такие вещи. Вот я с мамой разговариваю. Знаете, в Савдепе у такого не было. То есть они там в очереди стояли за колбасой, не то, чтобы за какими-то такими вещами. И мы живем в шикарное время на самом деле. Быстрее, 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 быстрее. Может, посоветуйте еще какие-нибудь твои хаки для дома. Потому что у своего дома никогда такого не было. Именно я имею в виду, что прям своего-своего всегда думалось. О, класс, спасибо. Но сразу видно, как плохо помыто. А, ну, оно не плохо помыто. А, это пыль. Да, это пыль собралась. Из-за того, что оно стоит просто без дела. Да, надо было помыть перед этим. Видите, как не совсем красиво. Так вот, от того, что не было своего дома, ну, как такового, ну, вещи особо не покупались. А сейчас хочется все это облагораживать. Поэтому, может быть, дадите какие-то советы. Или, может, покидайте какие-нибудь ссылки, как я уже просила, да, там, может, на Алиэкспресс. Или... Но Алиэкспресс не очень люблю из-за того, что вы надо ждать. Хочется поехать и просто купить. Поэтому, если вдруг будут какие-то магазины, то давайте мне. Забежала в магазин. Как раз это, кстати, был не сельпо, о кишенье. После шоппинга. Вот. И купила сома. Стейки. Обжарила их. Так было вкусно. С кашей. И с салатом. Это, знаете, как раз в неделю надо обязательно кушать рыбу. Вот раньше в четверг был рыбный день. Вот я стараюсь раз в неделю обязательно покупать и готовить рыбу иногда два раза в неделю. Как у вас обстоят с этим дела? Потому что даже если вы пьете омегу-3, ну, так сказал трихолог, этого все равно недостаточно. И надо кушать еще дополнительно рыбу. Я как бы рыбу люблю, но я не люблю ее готовить. Мне нравится запах. Как она жарится, как она моется. И запах сырой рыбы не люблю. Но я претерпела и решила, что нет, надо. Ради здоровья. На этом я салат закончу. Вы напишите мне в комментариях, насколько вам нравятся такие видео. Насколько они вам импонируют. Что вы в них находите. И чаще мне снимать. Или, может быть, вы что-то хотели бы дополнительно еще видеть в таких видео. Поэтому буду ждать в ваших комментариях. Всем хорошего настроения. И до новых видео. Пока-пока.